Всем доброго дня, это Гелиос Сар и География России, Хозяйство и географические районы, 9 класс, за авторством Алексеева, Низовцева, Ким, издательство Дрофа. Центральная Россия, параграф 18, Центральная Россия, состав, географическое положение. Вопрос, как вы думаете, может ли Центральная Россия и в дальнейшем сохранить свою историческую сложившуюся роль центра страны? Мой ответ, да, безусловно, потому что именно вот такие вот исторически сложившиеся в благоприятных климатических условиях территории, они и сохраняют свой статус. Конечно, возможно, когда-нибудь там будет перенесена столица куда-нибудь в другое место, но даже перенос столицы не изменит общего статуса Центральной России, которая останется именно историческим, культурным, да и экономическо-промышленным центром всей страны. Если, конечно, не случится чего-нибудь экстраординарного, то есть там, я не знаю, нового ледникового периода, какого-нибудь там мега землетрясения, каких-нибудь там извержений вулканов, то есть чего-то из-за чего большим массам людей придется, ну, по обстоятельствам покидать свои места. А в противном случае Центральная Россия будет продолжать оставаться именно центром и ядром русского государства. Что такое Центральная Россия? Слово Центр имеет много значений. Оно произошло от латинского слова Центрум и греческого Кентрон, Остриё, Циркуля. Казалось бы, в географии оно должно употребляться в своем первоначальном значении, как точка, равноудаленная от границ. На карте России видно, что ее географический центр находится в Восточной Сибири, где-то в Красноярском крае, на Среднесибирском плоскогорье. А понятия Центральная Россия традиционно ассоциируются с российской столицей, Москвой и прилегающими к ней территориями. В состав Центральной России включают территорию трех экономических районов – Центрального, Центрально-Черноземного и Волговятского. Почему территорию, находящуюся на западной границе страны, называют Центральной Россией? Семенов, впоследствии получивший почетное добавление к своей фамилии Тяньшанский, в 1880 году разработал Районирование России, которым мы в значительной степени пользуемся и сегодня. Район во главе с Москвой он назвал Центрально-Промышленным, а лежащий к югу от него – Центрально-Черноземным. Тогда эти районы были гораздо больше удалены от государственных границ, чем сейчас. В состав Российской империи находилась современная Белоруссия, часть больше, причем большая часть. Граница с ближайшим западным соседом – Германской империей, находилась между Варшавой и Берлином. В природном отношении эта территория также была своего рода Центром. Здесь находился Великий водораздел, разделяющий бассейны Каспийского, Черного и Азовского, Балтийского и Белого морей. Именно отсюда берут начало крупнейшие реки Восточно-Европейской равнины. Днепр в Смоленской области, Волга и Западная Двина в Тверской, Дон в Тульской области. С самого начала своего формирования русское государство было жестко централизованным. Все важные решения, затрагивавшие жизнь страны, принимались в столице. Следовательно, независимо от своего географического положения, столица была центром политической власти в стране. С переездом в Москву митрополита, главы Русской Православной Церкви, в 1326 году, столица стала еще и главным религиозным центром российского государства. Московские князья, а затем и русские цари, стремились сделать Москву и торгово-промышленным центром государства. Первые промышленные предприятия, мануфактуры, образовывались в 17 веке в столице при поддержке правительства. Таким образом, столица России всегда играла роль центра страны – политического, религиозного, культурного, торгового и промышленного. В конце 19 века сформировалась очень важная для понимания роли центра – радиальная конфигурация железных дорог. И Москва стала крупнейшим транспортным центром страны. От нее были построены 11 железнодорожных магистралей, соединивших ее со всеми районами огромной империи. Эти 11 радиусов отходят от Москвы во всех направлениях основных и промежуточных сторон горизонта – на Тверь и в Санкт-Петербург, на Савелово – это часть города Кимры, расположенная на правом берегу Волги и далее на Углич и Рыбинск, на Ярославль, Вологду и Архангельск, на Владимир, Нижний Новгород и Киров, на Муром, Арзамас, Казань и Екатеринбург, на Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону с ответвлением на Ульяновск, Уфу, Челябинск и Пензу, Сызрань, Самару, Оренбург, на Тамбов, Саратов, на Волгоград, на Каширу, Новомосковск, Елецк, Старый Оскол и далее на Донбасс, на Тулу, Орел, Курск, Харьков, на Калугу, Брянск и Киев, на Смоленск, Минск, Брест и далее к Варшаве, на Ржев, Великие Луки и далее к Риге. Важное значение имело строительство канала Москва-Волга, позволившего доходить до московских портов речным судам с большой осадкой, которые не могли бы пройти по более мелководной оке. Еще позже центральное транспортно-географическое положение было подкреплено созданием радиальной сети автомагистралей и телекоммуникационной сети с центром в Москве. Распад Советского Союза в 1991 году изменил географическое положение центральной России. Если до этого она граничила с союзными республиками, то теперь стала граничить с зарубежными странами Белоруссией и Украиной. Соответственно, Москва оказалась намного ближе к западной границе, до нее всего 450 км, и к южной, которая находится теперь под Белгородом, с расстоянием примерно в 700 км. Рассматривая наш первый регион, важно выяснить, что такое экономико-географическое положение. Изучая природу, вы часто говорили о географическом положении различных объектов. Например, для климата важны широта места, положение по отношению к океану, к горным хребтам, направлением переноса воздушных масс и т.д. Такое природно-географическое положение, положение на физической карте, меняется во времени очень медленно. Гораздо быстрее меняется то, что создается людьми, города, транспортные линии, государственные границы, положение какого-либо объекта по отношению к другим объектам, имеющим экономическое значение, другим странам, городам, транспортным путям, месторождением полезных ископаемых. Называется экономико-географическим положением, ЭГП. Другими словами, это положение объекта на экономической карте. Аналогичное ЭГП – политико-географическое положение, ПГП. Это положение какого-либо объекта по отношению к другим объектам, имеющим политическое значение, государственным границам, дружественным или враждебным странам, к военным союзам стран, к очагам, конфликтам и т.д. ЭГП и ПГП – категории исторические, меняющиеся в разные периоды времени. Примером таких изменений может служить Центральная Россия. Выводы. Географическое положение – одно из основополагающих понятий географии. Оно оказывает непосредственное влияние на развитие территории. На примере Центральной России можно проследить, как изменение географического положения влияло на изменение роли территории в хозяйственной жизни страны. Каждый район стремится улучшить свое географическое положение. Для Центральной России это возможно за счет усиления коммуникаций, линий транспорта и связи, а также улучшение развития отношения со странами-соседями. Ключевые слова и выражения – центральное положение, радиальная конфигурация железных дорог, транспортный центр, экономико-географическое положение – ЭГП, природно-географическое положение, политико-географическое положение – ПГП. Вопросы и задания. Какие экономические районы входят в состав Центральной России? Это, собственно говоря, сам по себе Центральный район, Волговятский район и Центрально-Черноземный район, то есть в районе Белгорода-Курска. А как вы думаете, какие условия, природные, исторические, лежат в основе деления Центральной России на Центральный, Центрально-Черноземный и Волговятские районы? Центральный район – это район вокруг столицы, потом Центрально-Черноземный район отличается от Центрального именно наличием черноземов, то есть это вокруг Белгорода-Курска, там уже начинаются черноземы. Но при этом климатически это все еще район, который близок к такому лесостепям, то есть район, где все еще климат более похож на Центральный район. И расстояние от столицы тоже достаточно невелико. Ну а Волговятский район, соответственно, это более северный, такой северо-восточный скорее район, близкий к именно течению Волги и Вятки. Какие особенности природных условий Центральной России вы можете выделить как наиболее характерные? Это, разумеется, существенная умеренность климата, достаточно серьезное увлажнение, холодные зимы и наличие фактически лесных крупных массивов. То есть это очень лесистый район. Разве что в районе Центрально-Черноземного района присутствуют такие уже смешанные лесостепные зоны, которые очень выгодны для сельского хозяйства. А характеризуйте ЭГП, то есть экономико-географическое положение Центральной России, обосновав определяющие его факторы. Как вы оцениваете ЭГП региона? Что ж, экономико-географическое положение Центральной России прежде всего характеризуется транзитным положением между странами зарубежной Европы и остальной частью России. Также наличствует радиальная структура транспортных путей, которая вся соединяется в центре, в Москве. Центральная Россия имеет очень развитую транспортную связь со всеми районами Европейской России. Единая глубоководная система позволяет иметь такой же хороший транспортный выход на основные речные системы всей Центральной России и связь с семью морями и двумя океанами. Район наиболее промышленно развит, но на этой территории мало крупных месторождений, полезных ископаемых, из-за чего все основное сырье приходится завозить из других районов. За счет чего Центральной России удавалось улучшить свое экономико-географическое положение? За счет большого населения, которое было сосредоточено здесь издревле, за счет этого и удавалось постепенно регулярно улучшать свое положение. Население росло, экономика росла, появлялись новые предприятия, улучшалась торговля и так далее. За счет чего ухудшилось? Ухудшение, ну может быть то, что конечно отсутствие полезных ископаемых, безусловно это достаточный минус, истощение имевшихся небольших месторождений и вынужденный завоз полезных ископаемых из других регионов. Как изменилось политико-географическое положение ПГП Центральной России в 90-х? Очень сильно изменилось, потому что теперь район, который раньше находился очень далеко от границ, вдруг оказался совсем недалеко от этих государственных границ. Эти государственные границы пришлось строить с нуля, потому что государственных границ там попросту не было. Все пришлось создавать с нуля. Это конечно создало серьезные проблемы. При этом строительство многих дорог, железных дорог, мостов в Советском Союзе велось по удобным географическим районам, а не по государственным районам. Из-за чего целый ряд дорог, мостов, железных дорог, они совершенно неожиданно оказались на территории сопредельного государства. К примеру, для того, чтобы добраться до Ростова-на-Дону, приходилось пересекать дважды государственную границу Украины. Хотя, казалось бы, ну Ростов-на-Дону из Москвы до Ростова-на-Дону это территория России. И тем не менее, приходилось приезжать через Луганскую область Украины, потому что так была построена железная дорога. Потому что в Советском Союзе никто, в самом страшном кошмаре не могло присниться, что Советский Союз может попросту развалиться. И строили дороги так, как было выгодно с точки зрения географии и экономики, а не с точки зрения государства. Естественно, это существенно ухудшило положение центрального района. Связано ли изменение ПГП центральной России с изменением ПГП страны в целом? Ну, безусловно, конечно же, вся страна тогда поменялась, страна сильно изменилась. И, естественно, что изменилось положение всех районов, кроме разве что районов на Дальнем Востоке. Там изменение границ не произошло. Все, каким было, таким и осталось. А вот в других районах, безусловно, изменение было. Пришлось создавать новые государственные границы, совершенно по-новому строить всю экономику внутри страны. По-новому строить дороги, потому что целый ряд дорог оказался совершенно в других государствах. Это, безусловно, оказалось очень экономически невыгодным. Так что, да, безусловно, изменение произошло. И изменение к худшему. К счастью, за прошедшие 30 лет с момента развала Союза, в принципе, государство серьезно подошло к вопросу улучшения транспорта. И в целом экономики смогло, так сказать, слегка перестроить систему. И, в принципе, сейчас уже положение государства достаточно стабильно.